Субтитры делал DimaTorzok С 4-х лет я начала полнить. Люблю пироги, бублики, курассаны. Мне очень нравятся чипсы, но я знаю, что они вредны. Они очень вкусные, поэтому я не могу отказать себе. Мама приносит домой шоколадку. Она лежит в холодильнике всего 10 секунд. Потом я ее съедаю. Я ем ночь. Потом набираю килограмм. Ночь становится, я бегу в холодильник. Могу колбасу с хлебом. Могу йогурт съесть. В принципе, когда родители. За день я могу съесть 6 бутербродов с колбасой, 35 пельменей, 3 тарелки салата, 3 литра сока, 5 шоколадок, 3 тарелки супа. А ночью съесть все, что есть в этом холодильнике. И он может есть все подряд. Вот эту булку хлеба он может за раз съесть. Вот эта вот Касица будет кричать, что это ему еще мало. Еще может кричать, что ему еще надо давать. Я думала, что со мной никто не дружит, потому что я полная. Никто не хочет дружить с такой, как я. Ягушева весит больше 200 килограммов. Последние 4 года девушка с трудом передвигается. Вы должны есть каждые 2,5-3 часа, чтобы голода не было в принципе. У нас вообще правила в медицине 3 плюс 2. Три основных приема пищи и два дополнительных. Второй завтрак и полдник. Трехразовое питание это не мы придумали. Вот эти углеводы надо заменить на другие. Вот они. Углеводы это тоже в овощах и фруктах. Но они медленно всасываются. Не дают таких пиков, выброса инсулина, сахара, крови. Не стимулируют аппетит вовсе. Долго находятся в желудке. Вы их и жуете долго, поэтому быстро насыщаетесь. И в желудке они долго, поэтому вы долго сыты. И сахар освобождается медленно. Выход один. Заменить вот это на углеводы, которые находятся в овощах и фруктах. Можно ли есть хлеб? Можно. Но из цельнозерновой муки. Музыка. 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 Музыка.